Когда вы настроили свои странички, создали странички, настроили странички, добавили туда уже фотографии 10-20, разместили 10-20 постов, репостов, можно начинать приглашать людей в друзья. Если у вас не добавляются люди в друзья, это означает, что ваша страничка неинтересна, неправильно оформлена, людям непонятно, кто вы, что вы, зачем вы к ним стучитесь вообще. И непонятно в первую очередь, что вы за личность. Ваша страничка внушает подозрения. И это первый путь к бану. Поэтому сначала оформляем красиво, качественные странички, потом начинаем приглашать людей в друзья. Я вам сейчас покажу два метода, которые я использую. Есть ручной метод, когда мы что делаем? Мы сверху справа нажимаем «Люди» и выставляем фильтры. Выбор страны «Россия» и дальше ставим город, по которому мы работаем. У нас не просто так в нашем файлике, в табличке мы выставляли города. По которым городам мы работаем. Видите, везде вот это есть проставлено. Потому что, если, например, по этому аккаунту выставлено Питер, и по остальным я тоже вдруг сейчас начну набирать по Питеру людей, по фильтру, в принципе, выскочат, особенно первыми, одни и те же люди. И если вы с разных аккаунтов к одним и тем же начнете стучаться, а потом еще и писать, получится неразбериха, и им это надоест, тоже начнут вас блокировать. Это как бы не айс, не есть хорошо. Поэтому фиксируйте себе вот здесь вот в табличке, по какому городу. И если у вас Питер, то вы идете по Питеру. Если у вас... Ну вот сейчас я выберу Россию и выберу город, просто чтобы вам показать какой-нибудь правдинский, например, по которому я еще не работала. Для примера. Школу не выставляю здесь, возраст выставляю. Хотя, чем больше вы выставите галочек, то есть фильтров, тем меньше людей у вас появятся в выборке, потому что есть люди, которые не оставят возраст. Можно, например, не оставить возраст, поставить женский, поставить сейчас на сайте и смотреть по фотографии. В принципе, во фотографии видно, там человек приличный, неприличный, совсем молодых не берем, например. Вот. И вот, например, если я такой фильтр проставила, Россия правдинский, женский пол с фотографией сейчас на сайте. Первых я стараюсь не брать, потому что к ним чаще всего всегда начинают стучаться. Я прокручиваю немножко вверх ленту и начинаю добавлять уже тех, которые подальше. Ну и считаю 3, 4, 5. А больше мне некого добавлять, потому что здесь у меня никто не... Ну, мало их здесь. Хорошо, попробуем другой правдинский. Там Правдинск, например. Ага, Правдинский вообще онлайн нету. Ну, Нижний Новгород сейчас поставлю, просто чтобы как пример вам показать. Да, добавлю всего там пару человек оттуда. Тоже пролистываю их. И начинаю добавлять уже... То есть по фото я вижу, что человек уже работает в банке. Выскакивает капчу, ничего страшного. Вводите капчу. Если у вас каждое действие выскакивает капча, то либо дайте страничке отдохнуть, значит, пора отдохнуть. Попробуйте поменять IP с другого компьютера, с другого браузера зайти. Или же проверьте свой IP на спам-фильтры. То есть, может быть, ваш IP загремел в спам. Значит, ну и дальше вот смотрите, добавляете, добавляете тех, кто вам понравился. Стараюсь здесь выставлять фильтр сейчас на сайте, потому что если его не выставить, у вас выйдет гораздо больше людей. Но когда эти люди последний раз были в сети, неизвестно. То есть, может быть, вы будете их набирать, но так и не дождетесь. То есть, вот видите, я человек 10 уже сейчас добавила. Вот у меня 2 капчи. Обычно они каждые 3-4 человека выскакивают, это капчи, ничего страшного. То есть, таким акаром вы добавляете. Старайтесь делать в течение дня это. То есть, с помощью Multifox я вам показывала расширение, которое можно поставить, и одновременно, чтобы у вас были все аккаунты открыты. Ставите расширение себе Multifox, открываете одновременно все рабочие аккаунты, с которыми сейчас работаете, которые не отдыхают. И добавили утром там 20 человек, в обед 20 человек и вечером 5 человек. Максимальный лимит в сутки вы можете пригласить 5 человек, но старайтесь не приглашать, ну, не переходить лимиты. То есть, 49, ну, 40 пригласите. То есть, вот как бы не перебивать лимит. Это первый способ. Второй способ. Есть вот такая вот программа, которая я сейчас работаю в аккомании. То есть, вы видите, что она мне сейчас показывает процесс, что делает, от какого аккаунта работает. То есть, она у меня сейчас, ей задача поставлена. Это добавлять в друзья и ставить лайки. И вот странички, по которым она работает. То есть, вот одна страничка, вы видите, идет процесс. Люди ставят лайки, сообщения пишут. Вот другая страничка, вы видите, вот прям на глазах, видите, лайк увеличивается. Вот сейчас будет 32 лайка. То есть, эта программа делает. Она по очереди по людям ходит, ставит лайки. И что самое мне больше всего нравится, то, что она выбирает, чтобы люди не повторялись это раз. И она в течение суток это сделает. Есть ускоренный режим за 9 часов, чтобы она все это сделала, а не за сутки. Ну, например, если у вас компьютер не работает с круглосуточной, это тоже удобно. Или же за сутки. То есть, она выдерживает эти лимиты. В течение дня постепенно отдыхает, чтобы интервал был. За счет этого, в принципе, блокировок нет. Единственное, что блокировки, я уже говорила, могут быть, если у вас только бессменно одна страница работает, 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 ей нужно давать отдыхать. Принцип такой. Взяли 5 страниц, 3 дня поработали. Потом взяли другие 5 страниц, 3 дня поработали. Чередуются страницы, они будут между собой отдыхать, и будет все как бы у них хорошо. Здесь я вижу по страницам, что, видите, вот человек добавился, человеку понравилось, что-то мне поставили лайки. Вот если на звоночек нажать, я увижу последнее уведомление, кому чего понравилось, кто у меня чего оценил. Читать хочется. И по аккаунтам я могу с помощью программы ходить, смотреть, что происходит у кого. Вот видите, здесь у меня уже кто-то написал, сообщение висит. Здесь кому-то что-то понравилось, поставили мне. Ух ты! Вот косяк. Заметила, что я зарядила одинаковые аккаунты. Ну, соответственно, иду сюда, удаляю. И надо какой-то пятый мне другой. 7, 8, 3, 7, 0, 9, 40. Надо вот этот поставить. Добавляю сюда аккаунт. Первый от него пароль. Вставляю пароль. Так, что ж такое-то? 22, 78. А, понятно. Мне надо вот этот вот наоборот добавить. Запуталась. Проще заново их добавить. Что-то я не так сделала. Когда меняете здесь аккаунты, лучше один удалить и ввести новый. То есть я вот здесь заменяла другим акком. Просто исправила. Видите, исправлять, видимо, нельзя. Нужно удалить старый, добавить новый. Так, 22, 78 я сделала. 93, 48, сейчас добавлю. Добавляю в программу. Так, вот, наконец-то они у меня все четыре разные. Значит, здесь у меня есть удобная функция «Автоответчик», которая еще и сообщения отправляет всем. Вот сейчас я вот такое вот сообщение зарядила. И получается, что автоматически программа отправляет еще и всем сообщения, кто добавился ко мне в друзья. Видите, у меня сейчас фильтр стоит «Лайкать, кому не отправлена заявка в друзья», работать по кругу, то есть проходить те, кто у меня в списке, потом посылать заявки в друзья от «Лайкан» и мы быстро решим за 9 часов. 6 тысяч человек отобраны по критерию, там я из групп выбирала по здоровому питанию, по путешествиям, по красоте. Нажимаю «Запустить цикл» и вот он у меня пошли эти циклы. То есть программа, видите, она прям не то, что там каждую секунду что-то делает, она что-то сделала, потом остановится, вот здесь, видите, на этом аккаунте ставит лайки. И мы это видим. Потом пошла на другой, потом сделает перерывчик и так далее. Ну, в общем, вот. Суть в чем, что вам нужно набирать людей в друзья, ставить им лайки, привлекать этим к себе и, в общем-то, дальше в ленте у вас, когда будет что-то появляться, эти люди будут видеть, что там происходит. Ну, и потом вы им будете писать о сообщениях, уже мы в следующем видео поговорим. Как эту программу приобрести? Ссылка под видео. Ко мне звоните, обращайтесь. Подскажу, расскажу. Прежде чем покупать программу, надо сначала правильно оформить страницы. Сначала настроим, потом вам уже подскажу, чтобы вам не тратить зря время и деньги. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!